МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Я Вячеслав Разбегаев. Я такой же, как вы. Я сомневаюсь, не верю всему подряд и многое хочу перепроверить. Это агентство специальных расследований. Сегодня в программе. Спасение североамериканских индейцев или побег из СССР? А пацаны оказались заложниками как раз вот этих игр больших дядей. Зачем молодые москвичи угнали самолет? Своих стреляют, а индейцев летели освобождать. Террористы 70-х. Какими их запомнили выжившие свидетели? Ребенок спрашивает, кто нас будет убивать? Этот дядя или этот? Кто помог разбогатеть и прославиться? Дэвиду Копперфильду. Мог бы быть использован в качестве определенных целей для спецслужб. От кого прячется на островах великий маг? Секреты фокуса, секреты трюков, секреты магии – это всегда власть. Классическая терапия от СПИДа. Лечит или калечит? Я поняла, что мне надо выбирать либо жить, либо умирать. Это случилось ровно 40 лет назад. Но подробности трагедии всплывают только сейчас. Долгое время информация была засекречена. В 1973 году четверо советских юношей, вооружившись ружьями и ножами, попытались угнать пассажирский самолет Як-40. Операция по освобождению воздушного судна силами обычной милиции сразу вошла во все мировые учебники по антитеррору. Но имена героев стали известны лишь в начале 2000-х. Почему в Советском Союзе так долго скрывали эту кровавую историю? И что могло заставить вчерашних школьников пойти на столь чудовищное преступление? Ноябрь 1973 года. Москва. До 7 ноября главного политического праздника Советского Союза остается 5 дней. Сообщение о захвате Як-40 с пассажирами на борту прозвучало, как гром среди ясного неба. И тут вдруг вот такое ЧП. Причем думали, что это терроризм. Думали, что вот эти 4 человека, а ведь сначала было сказано, что это террористы, угнали самолет Як-40. Полтора миллиона долларов. И немедленно. Таково было требование террористов. В противном случае они начнут расстреливать заложников. И на тот момент, когда такая информация дошла до председателя КГБ, естественно, все структуры были подняты. Почему схватились и Андропов за голову, и Щелоков, министром. Ведь, опять же, вот в ноябре 1973 года не было еще спецназа. Не было ни Альфы, ни ВМП, вообще не было. У милицейской группы захвата не было четких инструкций, как действовать в подобной ситуации. Не было известно ничего и о захватчиках. Это уже позднее выяснится, что преступники были вчерашними школьниками. Младшему едва исполнилось 16. Ну, 16 лет. Что они могут знать? Один в ПТУ, второй в школе. Они даже на деле несанкционерных летних, на учете, не стояли. То есть у них не было такой хулиганской направленности. Что заставило молодых людей, у которых, что называется, вся жизнь впереди, взять в руки оружие? И как им удалось пронести его на борт самолета? «Чингачгук. Большой змей», «Ациола», «Апачи». Популярность фильмов про индейцев в конце 60-х, первой половине 70-х годов была сравнима разве что с Тарзаноманией 50-х. Детвора всей страны играла именно в индейцев. Так что нет ничего удивительного, что юные террористы выбрали Америку как конечную точку своего кровавого маршрута. Они так же, как и все мальчишки Советского Союза, бредили диким западом и вольной жизнью американских индейцев. О том, что бледнолицей угнетают гордых индейцев, будущие несовершеннолетние террористы знали из советских газет и художественных фильмов. Популярный югославский актер Гойко Митич стал тогда для миллионов мальчишек символом борьбы за свободу и примером для подражания. Фильм с его частью побеждает всегда добро. Бедные, обездольные индейцы всегда побеждали. А белые, эти нехорошие люди всегда были в проигрыше. Эти фильмы были очень популярны в СССР. Гойко Митич, он такого благородного индейца изображал. И там были, да, индейцы, американцы. Простые советские ребята жили в одном из дворов на Ленинском проспекте в Москве. Их будущему вождю, Виктору Романову, на тот момент исполнилось 20 лет. Виктор Романов, мы знаем, у него нормальная рабочая семья. Отец на заводе инженер, мать продавщица в магазине. То есть это обычная советская семья. Романов был страстно увлечен запрещенной тогда в СССР музыкой. Музыкой протеста, свободы, независимости. Дворовый товарищ Романова Владимир Жалмин полностью разделял интересы и протестное настроение Виктора. Вместе они тайком слушали любимые хиты и мечтали о далекой Америке. Просачивались же всякие сведения о том, как замечательно устроено все на Западе. Я не знаю в тот момент, вот еще в советское время, не знаю ни одного мальчишки, который не хотел бы оказаться на Западе. Романов и Жалмин прекрасно понимали, какое будущее их ждет. Техникум, служба в армии, работа у станка. Все по заранее приготовленному государством сценарию. Но такая перспектива их не устраивала. По крайней мере, вождь Романов в этом честно не раз признавался. Он просто хотел вырваться вот из этого рабочей среды, нищей рабочей среды, с тем, чтобы иметь возможность покупать пластинки. Я хочу смотреть передачи про рок-н-ролл. Я хочу участвовать в концертах. У него любимая группа, джаз-бенд вот эта была, да, американская. Возможно, мечта так и осталась бы мечтой. Не попадись ребятам на глаза, одна газетная заметка. Простой рабочий авиазавод Петров предпринял попытку угона самолета. Он действительно его угнал. Угнал в Турцию. Из Турции его переправили в спецслужбы, в Швецию. И несмотря на то, что он был просто обычный рабочий человек, вот как раз статус пролетариата, рабочего человека, дал Петрову возможность найти политическое убежище. Самолеты пассажиров турецкие власти вскоре вернули обратно в Советский Союз. А террористы Петрова признали жертвой коммунистического режима и предоставили ему политическое убежище. Сегодня уже нет сомнений. Парни с Ленинского восприняли информацию об этом успешном угоне, как руководство к действию, как шанс на ту сладкую жизнь за железным занавесом, о которой можно только мечтать. Но угнать самолет вдвоем – непосильная задача. Нужны были сообщники. Жалнин предложил Романову взять в подельники двух своих однокурсников – Петра Бондарева и Александра Никифорова. Что их объединяло? Возраст, конечно. А возраст, он объединяет интересы. Но главное – мечта. Мечта – это то, что есть такая райская земля, место, где лучше, чем в Советском Союзе. Петр Бондарев, как и другие его сверстники, увлекался западной культурой. Правда, больше его интересовала не музыка, а стиль одежды. Петр, один из первых в техникуме, пришел на занятия в модных американских брюках – джинсах. Джинсы – это как бы критерии благосостояния. То есть каким-то способом достал человека, который он молодец. Четвертый участник будущей банды – Александр Никифоров – меньше всего подходил на роль террориста. В группе он имел репутацию самого незаметного. И однокурсники дали ему обидное прозвище «мыш». Он был очень незаметный. Настолько незаметный, что мы даже не могли определить, был он сильно занять их или не был. Однако угнать самолет Саша согласился без колебаний. Может быть, еще и потому, что очень хотел доказать всем, чего он стоит. Никакой он не мышонок, а настоящий борец. Такой же, как его любимый киноактер Гойко Митич. Саша искренне верил, что, достигнув берегов Америки, он примкнет к гордым индейцам и сможет вместе с ними вести борьбу за справедливость. Юные террористы приступили к подготовке. Романов смог достать охотничье ружье и сделал из него обрез. Еще два ружья пообещал принести Бондарев в день захвата. Оставалось только пронести оружие на борт. Чтобы понять, как, решили организовать наблюдение за работой служб безопасности аэропорта. Они очень тщательно готовились, смотрели, как ведет себя работник милиции, почему он останавливает и досматривает, почему других пропускает. Самолет Як-40 рейса Москва-Брянск отправлялся из подмосковного аэропорта Быково. Системы безопасности здесь практически отсутствовало. Дежурные милиционеры не обратили на четырех юношей никакого внимания. Именно этот фактор, беспрепятственный пронос оружия на борт, стал решающим. Разобранные на части и завернутые в газетку охотничьи ружья, юноши оставили в багажном отделении. В Як-40 оно находится в задней части салона. Пассажиры заняли свои места. В 10.45 самолет поднялся в воздух и взял курс на Брянск. Владимир Гапоненко был одним из пассажиров того злополучного рейса. Сели, все нормально. Так, жена с дочкой сидели на третьем ряду сидений справа. Вот я за ними на четвертом ряду. И полет проходил нормально. Первые 40 минут рейс проходил как обычно. Ребята переговаривались между собой и никак не могли решиться действовать. Вот-вот самолет должен начать снижение. И тут Романов решил – пора. По его указанию, Бондарев забрал из багажного отделения ружья, собрал и зарядил их. Вижу передо мной у кабины, до кабины-то всего 3 метра, стоит высокий парень, метр 78. Это оказался главарь Романов. У него под мышкой двустволка. Командиром экипажа самолета Як-40 был Иван Кашин. Когда началось нападение, бортмеханик закрыл дверь. И когда они вывели замки, главарь стоял с обрезом на нас направленным. В первые же секунды захвата был тяжело ранен бортмеханик Никитин. Рискуя жизнью, он вытолкнул одного из преступников из кабины. Вышел в салон и схватился за два ружья. Третий в него стреляет. Стреляет в живот. Происходящее на борту всех буквально парализовало. Но один смельчак все-таки нашелся. Владимир Гапоненко. Он бросился на одного из террористов – Бондарева. Однако преступнику удалось вырваться. В этот момент прогремел выстрел. Этот Романов крикнул перед моим броском – сиди, убью. И выстрелил. Попал мне, значит, в плечо. Неожиданно для всех новоявленный вождь террористов Романов потребовал развернуть самолет и лететь обратно в Москву. Романов там истошно орел. Набираю высоту, поворачиваю обратно, или я открываю огонь по пассажирам и по пензобакам. Самолет с перепуганными до смерти пассажирами и истекающими кровью Никитином и Гапоненко снова берет курс на Москву. Тут не выдержала жена Владимира. Она встала с места и попыталась пройти к раненым. Бондарев осадил ее криком – сиди, убью. И ствол двустволки ей ткнул в грудь. И у нее осталось два отпечатка круглых, от стволов. Вот. Типа удара было. Сиди, убью. Ну, я упала в кресло, заплакала. Ребенок спрашивает, кто нас будет убивать? Этот дядя или этот? Я говорю, не беспокойся, Лариса. Они шутят. Они играют в войну. Через час захваченный самолет приземлился в московском аэропорту Внуково. На связь с террористами вышел личный министр внутренних дел Николай Щелоков. Ему преступники вновь озвучили свои требования. Полтора миллиона долларов – дозаправка топлива, перелет в Ленинград, а оттуда – за границу. Они планировали улететь в Америку, освобождать индейцев от порабощения. Своих стреляют, а индейцев летели освобождать. В те дни в Москве как раз закончился Всемирный конгресс миролюбивых сил. В Муре дежурила специальная группа захвата, состоящая из спортсменов-милиционеров из разных отделений милиции. Именно их и решено было задействовать для штурма самолёта. Мы, значит, подошли с хвоста самолёта, подошли к нему сзади, под брюхо, ну и сидели, ждали товарища, который должен был привезти нам выкуп. Время шло, мы там в касках были, самолёт не очень высокий был, внизу сидели, ну и кто-то там каской стукнул о фюзеляж или корпус самолёта. Преступники решили, что это стучится человек, который принёс выкуп за заложников. И приоткрыли люк. И в это время я пропихнул багор. И вот же мгновение раздались два выстрела. Одна пуля попала мне в каску, такое было ощущение, как будто мне голова ответила. Но всё равно я его правой рукой держал за багор, и, значит, ушёл я под фюзеляж. И оттуда началась беспрегойная стрельба. Группа захвата бросила шашку со слезоточивым газом и химпакет в салон. Это загорелось ярким пламенем, дым сразу, так, и шум, и дым. Она ярко так это полыхала, заполыхала. В салоне началась паника. Пассажиры, не разбирая дороги, кинулись в единственные открытые двери. И стали прыгать, кто как может, там высота-то было около двух метров, на асфальтах стали разбегаться все, оперативники тоже собирали. Романов понял, что его план провалился. Как раз рядом встал с третьим креслом, где сидела моя жена с дочерью, так, вот, и заорал Желнину, Володя, я кончаю с собой. Тот, обожди, не надо, обожди. Нет, я кончаю с собой. Я не хочу, чтобы эти гады меня убили. Лидия лежала на полу, закрывая с собой ребенка. Труп Романова с размозженным черепом упал прямо на нее. Так как убийца повалился на меня, а подо мной лежал ребенок, я никак не могла выкарабкаться из-под него. Я подняла ребенка на руки, а через меня шагали люди. Я просила, люди, возьмите ребенка. Но все перепрыгивали через меня. Никто не взял ребенка. Лидия Гапоненко с маленькой Ларисой на руках покинули самолет последними. Отец семейства Владимир в это время уже ехал на скорой в больницу. Только на следующий день, знаешь, мне сказали о том, что жена и дочь мои живы. 96 пулевых пробоин на обшивке захваченного самолета насчитали позднее сотрудники милиции. Они уверены, только благодаря счастливой случайности все заложники остались живы. Из преступников уцелели только двое. Владимир Жалнин и Петр Бондарев. Жалнин продолжал стрелять почти до последнего. Бондарев то же самое, пока группа захвата не ворвалась в самолет. Владимир Жалнин был приговорен судом к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Петра Бондарева признали невменяемым и поместили в закрытую психиатрическую клинику. Журналист и историк Валерий Малеванный уверен, в те годы все молодежные протесты были навязаны западными спецслужбами. С единственной целью расшатать советскую систему изнутри. Ведь именно на застойные 70-е годы пришелся пик холодной войны. Противостояние спецслужб двух сверхдержав. Наносишь удары противнику с точки зрения идеологии, то есть из тяжелых идеологических орудий. Это насчет СМИ, радиотелевидение и в большей степени кинематограф. Они снимали про нас фильмы, причем больше, у них антисоветских фильмов гораздо больше в Америке. В свою очередь, советская пропаганда яростно формировала в умах молодежи облик врага в лице западных капиталистов. А пацаны оказались заложниками как раз вот этих игр больших дядек. И эти большие дядьки, один с индейцами, с жасроком, второй с антиамериканской дубинкой. Этот случай стал серьезным ударом по авторитету силовых структур Советского Союза. Ни милиция, ни КГБ не знали ровным счетом ничего о подготовке теракта. Люди запасаются оружием, три обреза, то есть конкретно идут на тихщайшее уголовное преступление. И ничто их не может остановить, по сути, да, потому что они же довели до конца это дело, они угнали самолет, они начали стрелять в салоне самолета. Это должно было стать серьезным звонком для советских властей. Для спецназа вскоре действительно нашлась работа. После этого происшествия до конца 70-х в СССР было как минимум шесть попыток вооруженного захвата пассажирских самолетов. Да и в дальнейшем регулярно находились те, кто был готов рискнуть своей и чужой жизнью. Но многое, если не все, изменилось после 11 сентября 2001 года. Сегодня меры безопасности на воздушных судах самые жесткие за всю историю гражданской авиации. Значит ли это, что извечное противостояние щита и меча в этом случае завершилось в пользу первого? Хорошо, если бы это оказалось действительно так. И еще важная информация. У нашего агентства появился свой сайт. Его адрес на экране. Заходите, интересуйтесь, предлагайте темы расследований. Думаю, будет интересно. Смотрите далее. Дэвид Копперфильд. Куда исчез великий маг? Вот, хоп, его нет. А потом раз, он и опять появляется. Кто покровительствовал всемирно известному иллюзионисту? Спецслужбы какой-то страны в любом случае, ну, пытаются как-то продвинуть. Алан Чумак. Может ли он исцелить ВИЧ-инфицированного? Я получил ответ. На 100% нет. Это агентство специальных расследований. И я, Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. В 2011 году всемирно известный иллюзионист Дэвид Копперфильд выкинул очередной фокус. Больше года ему удавалось скрывать от всего мира свою женитьбу и рождение дочери. Журналисты Нью-Йорк-Пост выяснили. Все это время вместе с молодой супругой, французской фотомоделью Хлоей Гасселен и новорожденной малышкой, волшебник живет на своем личном острове в Карибском море. Интересно, кто же помог Копперфильду разбогатеть и добиться мировой славы? И что заставило его неожиданно прервать блестящую карьеру и исчезнуть? Завеса тайны была приоткрыта в 2007 году, когда в домах и офисах Копперфильда в Сиэтле и Лас-Вегасе агенты ФБР провели обыски. Неожиданно всплыла информация о том, что стать популярным Дэвиду помогло ЦРУ. Но зачем центральной разведке США понадобился фокусник? Секреты фокуса, секреты трюков, секреты магии – это всегда власть. Тандем Факира и разведчика. Такие случаи известны истории иллюзионизма. Знаменитый израильский шоумен Ури Геллер не раз открыто признавался, что сотрудничал со спецслужбами. Говорят, он обучал агентов ЦРУ воздействовать на противника на расстоянии. Что касается высказанных предположений о том, что Куперфильд мог быть агентом ЦРУ, ВБР, я уже не знаю, каких-то там шпионских организаций, то, знаете, мне кажется, что это все так и останется в области предположений. Куперфильд действительно никогда открыто не заявлял о своем сотрудничестве со спецслужбами. Однако известны некоторые интересные факты, косвенно подтверждающие такую возможность. Три, две, одна. Кто же такой на самом деле Дэвид Куперфильд? Великий маг или агент ЦРУ? Известно, что Куперфильд – это творческий псевдоним. Настоящее имя – Давид Коткин. Родился в Нью-Джерси в семье еврейских эмигрантов из Одессы. Первому трюку с картами его научил дед. Игрок в преферанс и карточный шулер. После окончания факультета театрального искусства Нью-Йоркского университета Дэвид отправился в Чикаго. В 18 лет он получил главную роль в родвейском мюзикле «Волшебник». Какой-то тогда молодой человек, худой дочень, плохо двигающийся, очень непластичный, демонстрирует американской публике на полном серьезе исчезновение самолета. В павильоне огромное. Очевидцы рассказывают, между выступлениями Дэвид спускался в зал и общался со зрителями. Так он начал завоевывать их любовь, а главное – доверие. Знание основ психологии для того, чтобы моментально устанавливать, поддерживать контакт со своими зрителями, мгновенно отзываться на какие-то изменения в программе. Все вот это вот у Дэвида Копперфильда не отнять. Способность начинающего артиста управлять настроением доверчивой публики не осталась без внимания американских спецслужб. Давайте вспомним, когда появился Дэвид Копперфильд. 80-е. Разгар холодной войны между Советским Союзом и Америкой. Обе сверхдержавы делят сферы влияния в Афганистане, Азии и Латинской Америке. Ведется информационная и идеологическая война. Сверхидея США – повысить привлекательность западного образа жизни. По одной из версий, именно тогда кто-то в руководстве ЦРУ вспомнил о перспективном фокуснике Копперфильде. И иллюзионисту сделали предложение, от которого он не смог отказаться. На одном из представлений к Дэвиду подошел незнакомец и сделал предложение, о котором начинающий маг мог только мечтать. Так в 1978 году на канале ABC появилось новое шоу «Магия». А молодой волшебник Давид Коткин превратился в Дэвида Копперфилда. Давид Коткин, не самый лучший иллюзионист, был приглашен в проект, который назывался «Копперфильд». Копперфильд. Это снимались документальные фильмы и телефильмы, шоу-спектакли для телевидения. И его пригласили, как человека, который умеет немножко показывать трюки. А как зовут парня в очках? Харви. Харви. Может быть, Харли? С этого момента карьера молодого волшебника резко устремилась вверх. Как утверждают историки спецслужб, опять же, не без помощи ЦРУ. Копперфилда настиг грандиозный успех. И он отправился в мировое турне. Оборудование весом больше ста тонн для шоу Дэвид Копперфильд возил с собой на гастроли по всему миру. Но никто и никогда почему-то не досматривал огромные трейлеры. Границу любого государства они всегда пересекали по спецпропускам. Возить и вывозить бесконтрольно любой багаж. Вряд ли кто-то мог упустить такую уникальную возможность, утверждают историки спецслужб. Если человек сотрудничает, то, естественно, спецслужбы какой-то страны в любом случае пытаются как-то продвинуть. Прежде всего, для своих целей. Так для чего Копперфилд понадобился американской разведке? И что за услуги оказывал великий волшебник в обмен на грандиозный успех, мировую славу и баснословный заработок? Видели его полет, и все понимали, что это что-то, это чудо. Трансляции по самым рейтинговым телеканалам мира. Гастроли, запланированные на несколько лет вперед. 21 премия Эмми в области шоу-бизнеса. Больше 500 выступлений в год. 11 трюков вошли в Книгу рекордов Гиннесса. В 2000 году журнал Forbes поставил Копперфилда на шестое место в списке самых богатых людей в мировом шоу-бизнесе. Надо ли говорить, что он стал самым известным и самым богатым фокусником за всю историю искусства иллюзий? Делать такое представление без какой-то сторонней поддержки вообще невозможно. Оно стоит миллионы долларов, и, конечно, были какие-то спонсоры, которые вкладывали эти деньги. Могущественные покровители из ЦРУ. Чем же Дэвид Коткин заслужил их особое расположение? Своим талантом? Креативностью? Изобретательностью? Неужели этого достаточно, чтобы заставить весь мир поверить в то, что человек творит чудеса? Почему же тогда у других, не менее способных фокусников, это не получилось? Иллюзионисты братья Сафроновы признаются. В детстве они были так потрясены искусством Дэвида Копперфильда, что решили пойти по его стопам. В 83-м году он сделал исчезновение статуи Свободы. Мы очень хотели сделать тоже что-то подобное, заставить исчезнуть какой-то огромный объект. Спустя 28 лет братья Сафроновы осуществили свою мечту. Заставили исчезнуть 100-метровый монумент Родина-Мать в Киеве. Опускай! Давай! Несмотря на то, что шоу Сафроновых было сложнее, его оценили только на Украине. Секрет феноменального успеха Копперфилда волновал многих. Фокуснику приписывали гипнотические способности и даже обвиняли в связях с потусторонними силами. Но никому и в голову тогда не могло прийти, что связи эти куда более приземленные. Вот эта категория лиц, которые иллюзионисты, талантливые, на них обращают внимание спецслужбы. Почему? Вот именно из-за ихнего таланта. Когда надо что-то сделать, допустим, необъяснимое, иногда спецслужбы это любят. И я здесь не удивлюсь, что он как безупречно талантливый человек мог бы быть использован в качестве определенных целей для спецслужб. Историки спецслужб рассказывают, что в молодого фокусника ЦРУ не только вкладывало огромные деньги. В шоу Копперфильда внедрялись самые последние научно-технические разработки. Лизионный жанр используют космические технологии, лазерные, военные, проекционные, любые, вообще из любой области нашей жизни. В начале двухтысячных сразу несколько нью-йоркских газет выдвинули версию о том, что на своих шоу Дэвид Копперфильд отрабатывал методики массового гипноза и внушения. А новейшие технологии по созданию оптической иллюзии тоже опробовали и испытывали на тысячах поклонников искусства великого мага. Это удачно использование капитала и, наверное, да, какие-то его психологические способности общаться с людьми, договариваться. Человек очень пластичный, общительный, который может производить, я бы сказал, влияние на многих людей. Сегодня, спустя несколько десятков лет, о существовании великого мага и волшебника Дэвида Копперфильда напоминают видеоролики в интернете, разоблачающие его чудеса. Никаких гастролей и новых, поражающих воображение шоу. Неужели знаменитый иллюзионист исчерпал себя? А что, если он вынужден был уйти из шоу-бизнеса на самом пике своей карьеры? Но почему? Первый обман раскрылся еще на самом пике головокружительной карьеры Копперфильда. Говорят, над его имиджем трудились ведущие аналитики американской разведки. Продумывали все, вплоть до любовных романов. Но и эту информацию не смогли сохранить навсегда под грифом «совершенно секретно». В конце 90-х достоянием журналистов стал контракт между Копперфильдом и топ-моделью Клаудией Шифер. Обязанности сторон помочь друг другу прославиться. Самый красивый и нашумевший роман тоже оказался мифом. Все это какие-то может быть рекламные ходы, которые позволяют увеличить сборы, повысить интерес к артисту. Рекламный ход, если он удачный, если он привлекает много зрителей, то что же в этом плохого? Пусть даже там и неправда будет. Последнее яркое упоминание Дэвида Копперфильда в СМИ было в 2007 году. Бывшая мисс Вашингтон Лейси Кэролл обвинила Копперфильда в изнасиловании. Уголовное дело в итоге рассыпалось. Но с тех пор, как утверждают американские журналисты, шоумен больше не высовывается. Дэвид Копперфильд, несмотря на то, что является манипулятором, он нормальный человек, наверное, также и обижается, и переживает, имеет комплекс обиды, имеет совесть и честь. Впрочем, существует и другая версия забвения Копперфильда. В эпоху нанотехнологии и 3D-фильмов он просто стал никому не нужен. А как только мы понимаем это, знаем, почему, ну, как бы фокус исчезает, он разоблачается. Вот, как исчезают вещи. Вот берем на свой платок, да, к примеру. Вот я его аккуратненько засовываю в кулак, да, посмотрите внимательно. Вот, хоп, и его нет. А потом раз, он и опять появляется. И все-таки не исключено, что искушенный последними технологиями зритель поторопился списывать со счетов Дэвида Копперфильда. Стало известно, что уединившись на своем острове, он строит «Город иллюзий». Это не новое шоу с уникальными трюками. Здесь не будет зрителей. Это ролевая игра по мотивам романов о Джеймсе Бонзе, которые гости острова смогут сами стать волшебниками и снова погрузиться в настоящий мир иллюзий. Тот, который предложит великий маг Копперфильд. Копперфильд возвращается. Возможно. И судя по всему он готовится снова покорить всех своими удивительными трюками. Вот только теперь эти технологии надежно защищены на его личном острове. Открытым остается вопрос, продолжает ли Копперфильд сотрудничать с ЦРУ? Если да, то у спецслужб может появиться новый совершенный полигон для испытания методов воздействия на массовое сознание. Лекарства от СПИДа. Сенсационное открытие или обман? Сжигает вены просто на раз, два, три. Убивает тоже очень быстро достаточно. Почему инфицированные ВИЧ боятся врачей? О чем-то вообще у нас есть вопросы поинтереснее, побюджетнее и получше. Это агентство специальных расследований и я Вячеслав Разбегаев. Мы продолжаем. Заболевание, которому сразу приписали громкий эпитет чума 20 века. От заразившихся этим вирусом шарахаются как от чумных, увольняют с работы, бросают друзья и близкие. Некоторые даже говорят, что их необходимо навсегда изолировать от общества. СПИД или ВИЧ? Болезнь, лекарства от которой нет, как когда-то не было его и от чумы. А что, если это не так и ученые уже нашли панацею от страшной эпидемии? И что говорят об этом врачи и больные? Вот Петя маленький, это я. Вы даже видите, даже мы даже внешне разные. Вот я с парадом детстве. Он черненький, а он беленький. На фото два счастливых ребенка. Павел смотрит на снимки, но с трудом вспоминает хорошие дни. Последние несколько месяцев жизнь семьи превратилась в ад. Старший брат Петр, вот этот самый беленький мальчик с детской фотографии, умирал от СПИДа. все в Боткальских бараках происходило в палате для ВИЧ-инфицированных. Там такая боли в этом помещении. Ну, нужна была помощь, чтобы хотя бы даже до туалета дойти. Доктор сказал, что шансов уже нет. Но почему шансов не было? Ведь сегодня так много говорят о терапии и о том, что ВИЧ-инфицированные доживают до старости. Так почему же Петр умер? Ведь ему было всего 33 года. Павел объясняет. Его брат до последнего отказывался от лечения. В больницу его уже привезли, по сути, умирать. Он был почти полностью парализован. Никогда к врачам не обращался. Даже полиции не было. Относился к этому. Легко относился. Так в чём же причина? Почему люди отказываются от терапии, предпочитая смерть? Чего они боятся больше? Лекарств или реакции окружающих? Популярный певец Влад Топалов за три года объехал с концертами в поддержку ВИЧ-инфицированных половину России и стран СНГ. Островались в городах, проводили какие-то беседы, анализы, какие-то концерты были, естественно. Есть специалисты, которые общались с людьми. Влад признаётся, когда соглашался участвовать в акциях, рассчитывал помочь, но в итоге разочаровался. Я понял, что я лично бесполезен, я ничего не могу сделать, это даже не капля в море и даже не иголка в стуги сена, поэтому я от этого отошёл, потому что бесполезные попытки постучаться в какие-то двери, где говорят, слушай, пожалуйста, о чём-то вообще у нас есть вопросы поинтереснее, побюджетнее и получше. Как бы не убеждали нас с телевизионных экранов, что общество терпимо относится к ВИЧ-инфицированным, в реальности всё иначе. Жизнь социального изгоя во всех красках хорошо знакома Екатерине Хорошиловой. Да, с диагнозом мне приходилось очень тяжело, я его не признавала. От его непризнания и непонимания, что со мной произошло и что со мной случилось, я отказывалась от многого. Екатерина Хорошилова врач. Казалось бы, кто, если не она, должен понимать необходимость лечения. Но когда у Екатерины обнаружили ВИЧ-инфекцию, она побоялась начать терапию. Женщина скрывала свой диагноз 11 лет. У меня был туберкулёз, у меня была куча всяких разных инфекций. Я поняла, что мне надо выбирать либо жить, либо умирать. Желание жить перевесило. Екатерина начала лечение. Слава Богу, у нас большой выбор препаратов, которые можно менять, комбинировать. Первое время надо под присмотром врача принимать терапию. Потом уже как-то даётся легче. Так возможно ли вылечить ВИЧ-инфекцию? И каким лекарствам стоит доверять, а каких опасаться? Весной 2009 года весь мир облетело сенсационное известие. Российские учёные наконец-то изобрели лекарство от СПИДа. Препарат был получен специалистами из Нижнего Новгорода. Его разработчики утверждали, новые лекарства уничтожают вирус и при этом не наносят вреда здоровью. Замечательно. Но где тысячи исцелённых чудо-эликсиров? Ведь прошло уже несколько лет. Главный разработчик нового чуда-лекарства Лев Роснецов утверждал, его препарат настоящая панацея от СПИДа. Принцип действия прост. Наночастицы блокируют больные клетки и постепенно их убивают. Правда, врач-изобретатель сразу предупреждал, применять лекарства надо пожизненно. Так почему же такой действенный препарат до сих пор не внедрили? Недаром существует система апробации лекарственных препаратов. Сначала на животных, потом на добровольцах, потом и так далее. А вот так, что мы разработали средства. Вчера мы разработали, давайте сейчас всех лечить. Подобные сенсационные открытия средств от СПИДа были и раньше. В 1998 году в Армении создали препарат с озвучным названием Арменику. Его разработчики даже успели представить миру исцелившегося пациента, некоего Николая Колесникова. Но прошло несколько месяцев и истощенный молодой человек не смог даже дойти до врача. Он умер на пороге больницы. После такого скандала интерес к лекарству пропал. Армеником официально его колет, лечит, сжигает вены просто на раз, два, три убивает тоже очень быстро достаточно. Мировой сенсацией номер три стал российский препарат профиталь. В 2011 году его с большой помпой презентовали уральские ученые. Но в конце концов профиталь себя не оправдал. Препарат оказался очень дорогим. Две тысячи долларов за один курс. К тому же воздействие его на организм до конца пока не исследовано. А люди, которые продвигают это, они держат это всё в секрете. Чаще всего это просто иммуномодуляторы или иммуностимуляторы. Просто подстёгивает иммунную систему. В течение года можно прекрасно себя чувствовать. Но что будет дальше? Сегодня в России используется более 30 препаратов для повышения иммунитета ВИЧ-инфицированных. Не исключено, что в ближайшее время появятся и другие эффективные лекарства. Да, лечение не дешёвое. Но ВИЧ-инфекция в списке социально значимых заболеваний и всё оплачивается государством. Пациент не платит ни за обследование, ни за лечение. Не бояться узнать свой диагноз? Вот что самое трудное считают супруги Татьяна и Андрей. Да, это страшно, но ради своей жизни и безопасности близких стоит признаться честно, ты заболел. Есть очень простой способ даже в принципе самому протестироваться на ВИЧ, не ходя ни в какие-нибудь медицинские учреждения, купить быстрый тест. Известный экстрасенс Алан Чумак рассказывает, однажды к нему обратился за помощью знакомый. Его дочь наркоманка заразилась ВИЧ. У неё было очень плохое состояние, ну только клиническое. Вот, мы с ней проработали на сеансах 12. Снялись все, вся симптоматика снялась. Она чувствовалась абсолютно здоровым человеком. Однако целитель честно признаётся, в случае с ВИЧ его методы помогают только на какое-то время. Могу ли я на 100% вылечить ВИЧ больного? Я получил ответ. На 100% нет. Во время благотворительных концертов музыкант Влад Топалов много общался с ВИЧ-инфицированными. И, конечно, расспрашивал их, существует ли на самом деле эффективное лекарство от этой болезни. Я знаю, что на сегодняшний в мире, включая с нашей стороны жизнь с ВИЧа вполне возможно реально быть здоровым, рожать детей. Это нормально. Просто люди, к сожалению, большинство этого не знают и боятся. Лидер движения пациентский контроль Андрей Скворцов за терапию. Ему она помогла. Я целуюсь с женщиной, у которой нету ВИЧа. И она не заражается. У меня родился здоровый ребёнок. Моё полотенце может пользоваться моя мама, как бы, и это не заразит её. Мы писаем в один унитаз, как бы, и как бы вирус не распространяется. По прогнозу учёного Игоря Пчелина, к концу 2013 года число ВИЧ, инфицированных в России и странах СНГ, перемахнёт за отметку в 300 тысяч. И все они снова будут задавать извечные вопросы. Как исцелиться от СПИДа и кому верить? На сегодняшний день ситуация такова. Несколько сенсационных открытий, уникальных методик и фактически ни одного действительно исцелившегося. В этом расследовании мы собрали все за и против. С уверенностью можно сказать одно. Судя по результатам, ничего более эффективного, чем классическая иммунотерапия, врачи пока предложить не могут. Это было агентство специальных расследований и я, Вячеслав Разбегаев. Увидимся. Смотрите в следующей программе «Утраченный шанс державы». Лаврентий Берия. Кому выгодно делать из него кровавого злодея? Космический апокалипсис. Как спасти жителей Земли? Суеверие. Кому они помогают выжить? И кого доводят до иступления? Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров Корректор Редактор субтитров Редактор субтитров